С козырьков, получается, подъезда проникает на второй этаж. Но если брать последние этажи, то, как правило, с помощью альпинистского снаряжения спускаются и также отжимают стеклопакет. Специнструменты, отмычки, рации. Современный домушник почти как спецагент, говорят полицейские. Часто воришки даже притворяются монтажниками, которые, например, утепляют межпанельные швы. Открыть пластиковое окно жулики могут за несколько секунд, предупреждают правоохранители. Слежки злоумышленники не менее изобретательны. Мониторят социальные сети, объезжают дома, смотрят, горит или не горит свет в квартире, зашторены ли окна, проверяют пусле почтовый ящик. Клеят различные волоски на дверь, чтобы как-то узнать, сколько квартир, в квартиру никто не попадал. Залепляют глазки соседям, чтобы знать, в соседних квартирах, если они на определенную квартиру нацелились, залепили глазки соседям, посмотрели. Кто-то заметил это, не заметил, убрали, не убрали. В среднем преступление планируется несколько дней, а кража чаще происходит днем, когда все работают. По словам полицейских, есть у домушников самая легкая и лакомая добыча. Полицейские говорят, что чаще всего жулики грабят квартиры в новых домах. И вот по какой причине. Двери и замки в новостройках все сплошь простые и однотипные. Поэтому опытному преступнику не составит труда подобрать нужный ключ или отмычку и, соответственно, пройти внутрь. Однако менять простые двери и замки, которые поставили еще при постройке, спешат немногие. Мы не планируем, потому что у нас вот эти вот дома, которые сейчас построили, они такого, наверное, семейного типа. И там как бы у нас на лестничной площадке, ну, очень много народа. То есть вы необходимости не видите и воров не боитесь? Я думаю, это время уже прошло. Не прошло. Только за последние 10 месяцев воры обокрали почти 400 квартир. В 90% случаев, отмечают полицейские, хорошая дверь просто-напросто отпугивает жуликов. Правда, и потратиться придется. Стоят они от 25 тысяч рублей. Ну, а двери за 50-70 тысяч скрывать придется несколько часов, уверяют специалисты. Есть даже с пуленепробиваемым стеклом. Надежнее только сейф. На такие в городе даже копию ключа не сделаешь. Здесь итальянское производство. Замки называются Чиза. У них, сколько мы искали, ну, клиенты обращаются, то есть можно ли нам дубликат ключа, чтобы не менять замок. Мы не нашли в Красноярске. То есть дубликаты на этот ключ не делаются. Также новые средства сегодня это IP-камеры и видеодатчики. Сигнал о том, что дверь открыта, приходит на телефон. И все же сигнализация – самое надежное средство, говорят в Росгвардии. Стоит она около 30 тысяч. Даже если отключат свет, перережут провода, полицейские все равно получат сигнал и приедут. Денис Козлов, Михаил Зинкевич, Новости ТВК.